Привет! Давай по-русски, я же знаю, что ты по-русски разговариваешь. О, я на Крым-Российском и еще английском знаю. Где я на английском общался за последние 2-3 недели? Мы провели первоклассный тест во Франции. Были на Peugeot 508, у которого три буквы к названию добавили. Такая веселенькая получилась машина. Гибрид, полноприводный, по горкам лазили, настоящий внедорожник, по крайней мере, так французы говорят. Потом с нашим мега-оператором Авиловым мы попали в Мюнхен. Проехали половину Мюнхенской области ходом в 250 км в час. Это в среднем 70 метров в секунду. Ничего себе! Сгоняли из левого ряда всех, кто был. Сто пудов BMW. Сто пудов BMW. Мало того, MBMW. Мало того, дизельный, первый в мире 6-цилиндровый рядный мотор с тремя, блин, турбинами. Нифига себе! Так что машинка... С тремя турбинами, ничего себе! Да, 250 она упирается в ограничение, стрелочка спидометра, вот так. Бру-бум! Отскакивает. То есть, если бы там не было ограничения, она бы завернулась в 300. Очень легко. Я спрашиваю у конструкторов, можно ли снять ограничение, как на М-ке. Там в М5 есть такая опция, платишь дополнительную денежку, и тебе увеличивают максимальную скорость с 250 до 305 километров. Чуть-то длиннее, ничего подобного, потому что мы позиционируем эту машину, все-таки, как гражданский, но очень быстрый автомобиль. Ты для первого теста все делал? Сам собой. Когда она будет в эфире? На этой неделе выходит Пужо, на следующей неделе выходят мюнхенские покатушки со скоростью 250 км в час. Что-то еще было? Будет в ближайшее время. То есть, мы сейчас берем Renault Megane RS, 250 сил на вот такой мокрой заснеженной дороге. На Украине? Только на переднюю осень. Ничего себе. Потом мы берем чуть позже еще пару интересных машин из поездок за границу, намечаются в ближайшее время. Я слышал, ты на ARC едешь, да? В Испанию, на Канаре. На Канаре. Ты не знаешь? Салют вроде бы и едут. А ты едешь? Я не еду. Я слышал. Нет. Не, не имею ввиду, не за рулем, конечно. Нет, даже в качестве багажа не было. Так что не получалось. Пока, вот с точки зрения машин, ближайшие планы, ну и все, что я могу сказать для нашего микро-микро формата. 20 у тебя, да, Мина? 22-24. Ну все, спасибо. Спасибо.